Родители 38-летней Татьяны Азольной, известной как Мотатаня, вначале хотели похоронить ее как положено, однако в итоге согласились на кремацию. Пару дней назад в городе Таре Омской области прошли похороны Татьяны Азольной, которая 22 июля разбилась на трассе Милас-Секе в Турции. На церемонии прощания собрались родители и друзья байкерши. Близкие Мотатане признались, они не ожидали, что на похороны придет так много людей, более 40 человек. В родном городе ее знали немногие. Она окончила 9 классов и уехала в Омск. Местные жители приносят цветы и мягкие игрушки до сих пор. Родные погибшие рассказали, почему ее кремировали в Москве, а затем прах привезли в Омск область. Вопрос нужно было решать немедленно, поэтому мы обратились ко всем неравнодушным. Наследственные дела решаются долго, а деньги нам нужны были большие, поэтому помогли нам. Одногруппница Азольной указала, что перевозить гроб с телом из Москвы было бы дорого, а родители хотели проводить Таню как положено, но самый бюджетный вариант был кремация. Конечно, это необычно для многих. Мы тоже хотели увидеть в последний раз, но принимаем как есть. Больше всего переживаем за родителей, заверила девушка. На траурной церемонии не было сына байкерши, которому в конце мая исполнилось 13 лет. Гражданский муж Азольной пояснил, почему решил не брать подростка в Омск область. Мужчина решил не травмировать Всеволода, еще больше после прощания на Троекуровском кладбище. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!